друзья всем привет вот наконец-то у нас дошли руки до водоснабжения нашего бролерного курятника и заодно мы сейчас выясним лоханулся александр с выбором или нет будет он качать воду или не будет смотрите что меня смущает размер видите рука и насос да на некоторых машинах стартера больше чем этот насос но не знаю в общем повелся на отзывы на сайте все инструменты раньше я не замечал то модерации на этом сайте не знаю проверим вот заявлено что поднимает воду с 9 метров качает на 30 метров высоты максимальный столб и прокачивает якобы 20 метров горизонтального трубопровода но честно говоря у меня сомнения на этот счет будем проверять вот что еще сказать я думал что размер станции будет посерьезнее потому как за эти деньги что я приобрел то 4 300 на стоит можно было купить станцию но раза в два больше хотя бы как как бы больше железа как говорится не знаю видеть станцию размером хотя бы в полтора раза больше мне было бы спокойнее скажем так во время установки ну не знаю посмотрим может мало да удал как говорится вот в общем имеется у нас такой колодец здесь заведена вода из нашего питьевого колодца который находится даже не знаем какое здесь расстояние наверное его не видно вот он но 15 метров где-то максимум максимум 15 метров может быть меньше вот такой колодец два кольца и вот видите насколько он понят колодец имеет вот там видно нет такая труба калибр ну обрезанная труба без на внизу это у нас скажем при ямок куда весной во время таяния снега здесь у нас возможным повышение уровня воды то есть вода один раз у меня дошла практически под горлышко туда можно опускать дренажный насос который будет не вот весной откачивать отсюда воду вот но по необходимости на всякий случай я его сделал внизу насыпано щебенка на геотекстиль значит два кольца я сказал и вот поднята до уровня строения такой кладкой значит из силикатного кирпича значит вот что еще здесь у нас будет цветов курятники пока нет нормального поэтому я с переносками мучаюсь но и до этого дойдет как говорится значит здесь будет раковина стоять вот у нас канализационный слив канализация под курятником проходит по воздуху но об этом потом как-нибудь расскажу подробнее но все общем то приступаем так идея у меня какая я хочу попробовать закрепить насос там внизу чтобы шума было поменьше птицы не пугалась да и чтобы как бы конденсат меня здесь не мучил стекающий с насосом он все-таки будет холодную воду качать постоянная влага будет в углу а то вот там где-то или внизу я посмотрю или вот здесь на этой стенке закреплю его и пусть он там находится спокойненько себе работает температура здесь будет ну я надеюсь по крайней мере плюсовая а там проверим если будет минус там 30 но может быть что-то и промерзнет но не знаю посмотрим от земли будет тепло подниматься вверх здесь у меня вот этот вот часть кладки которые над землей у меня находится она утеплена с той стороны с улицы ну не должно а там кто знает все может быть ну и посмотрим замерзнет значит придется менять насос чуть делать посмотрим любом случае как как там у себя покажет я расскажу так ну что могу сказать компактный размер это устройство в моем случае вот при такой схеме монтажа стал преимуществом так как позволил разместить не насос вот на буквально стенки вот этого тоннеля из кирпича и не засовывать его в тело колодца где вот там бетонные кольца что в будущем позволит мне не откачивать воду и я могу спать спокойно как говорится его точно не затопит конечно здесь возросла вероятность обморожения так как вот это вот колодезная кладка из кирпича она на открытом воздухе можно сказать там утепление есть но не знаю достаточно ли нет но я его как бы все равно изолирую подложу какой-то изолятор от этой стены ну и посмотрим но самое главное что довольно таки так несложно и быстро мы его смонтировали сюда сейчас положено вот эту вот магистраль которая идет до колодца и в колодце на конце другом конце этой трубы стоит обратный клапан и нужно заполнить водой чтобы насос заработал сейчас я это сделаю я протянул шланг из гаража не стал ведрами заморачиваться сейчас я наполню магистраль подсоединю вот туда к напорной арматуре на всасывание и наверное ради интереса быстренько что-нибудь спаяю какой-нибудь штуцер и попробую больно мне интересно стоит не заморачиваться дальше торопиться монтировать или нет ну что друзья момент истины пробуем так но надо мучиться короче прокачивать блин ребята я замучился прокачивать эту трубу которая до колодца идет это просто что-то сейчас наверно с лишним может быть даже больше короче говоря периодически включил включал насос там выходил воздух заливал воду включал заливал воду в общем короче замучился я дело в том что на другом конце шланг и обратный клапан да и воздуху деться некуда получается я и воду не могу залить потому что где-то контруклон есть трубы там еще что-то может быть и в общем капец но в итоге конечно получилось что у меня на сухую некоторое время работал насос это плохо но по-другому никак в общем другой вариант это лезть колодец снимать обратный клапан проливать трубу стоять его назад честно говоря что-то мне перспектива такая не очень-то нравилось вот но сейчас вот смотрите включаем насос все работает все булки можно расслабить насос работает маленький да удаленький как говорится видите качает приличный напор все нормально все в общем завтра продолжим успел я все-таки сделать воду завести ее в бойню и основной забой у меня будет происходить наконец-то в комфортных условиях вот такую системку я спаял тут ну совсем простенькую оставил выход на всякий случай если я захочу по стене развести эту воду да и вот здесь вот сделал несколько кранов подключил мойку нет у меня пока сифона поэтому не подсоединил канализации здесь вот у меня тоже функционирует возможно я потом подсоединю какой-нибудь проточный нагреватель у меня валяется один но честно говоря не знаю может быть и не буду потому что как бы здесь особая горячая вода не нужна по поводу колодца значит колодец был мной заложен давным-давно он технический не видно да ничего технический колодец короче говоря планировать изначально на полив огорода его использовать в него поставить насосную станцию и осуществлять полив огороды но на его на его месте вырос этот курятник поэтому как нельзя кстати он используется для подачи воды в этот курятник глубина его 2 метра то есть труба идет на глубине 2 метра под землей сделаем здесь вот вырез в этом люке кстати говоря люк вот если вы видите это простой колодезный люк из полимерного там какого-то этого материала не знаю вот крышку поставим на место утеплим и сверху еще вот это вот будет крышечка как бы вот так и это место смело завалим опять мешками для питания наших бройлеров из под комбикорма вот так кусками пенофол я отсек холод чтобы сильные морозы не прихватило не знаю как насколько это эффективно будет поможет нет посмотрим надеюсь что будет нормально вот такой люк в итоге получился у нас здесь вот такая крышечка для того чтобы мне трубу не повредить и здесь вот такой лючок это кусок от вырезанного листа уэсби все я думаю что ничего я утеплять короче не стал и не буду смысла не вижу вот здесь постоянный плюс там внизу посмотрим но в колодце плюс должно быть плюс 5 где-то вот единственно что вот этот вот тоннель из кирпича у меня под вопрос но он утеплен снаружи напомню ну посмотрим в общем понаблюдаем и это место она у меня является местом для хранения комбикорма так как здесь колодец под этим местом и мне не страшно сюда класть и там и две тонны комбикорма грубо говоря так то я на пол бы не кинул на свайный фундамент такую нагрузку куда-то в концентрированное место а здесь у меня колодец и колодец он не чуть 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 выше уровня пола получается заодно я пытаюсь его немножко придавить но это конечно вряд ли получится в общем основная причина что здесь вот есть чему нести нагрузку я думаю там и и четыре тонны выдержит легко но больше двух я сюда не клал пока но пока ну что вода здорово облегчила мне труд вот у меня теперь раковина я могу наливать воду здесь молодняку ставили брудер не ходя в гараж как я раньше это делал мыть полы у меня здесь вода тоже да есть для ведра вот этот отвод у меня идет на клетки и на бойню в общем здесь вот у меня все завалено уже компикормом да где у нас установлен насос все вот так вот выглядит для страховки я сейчас у меня электрики разводки так и нету нормальный электрический по курятнику поэтому ждем когда будут лишние финансы чтобы была возможность выделить какую-то сумму на все-таки обустройство электрической части в этом помещении а сейчас просто вот такой удлинитель и я вот здесь выключаю его из сети обесточиваю насос насосную станцию когда ухожу так сейчас я включу я буду наливать воду вот для чего для того чтобы у меня никаких здесь происшествий в мое отсутствие не произошло и не затопило мое это помещение вот значит у нас шланг и с помощью вот этого шланга я уже просто беру его вот у меня здесь кран со штуцером когда у меня идет забой я подсоединяю его вот к этому шлангу и у меня получается подача воды на бойню а во все остальное время я просто-напросто вот так вот беру этот шланг и уже с помощью шланга открываю кран и наливая емкости для поения вот в этой клетке и вот в той клетке тоже также стою на стул вот на такую табуретку вот сейчас там табуреточку открывая крышечку и наливая воду сюда же добавляю витаминки если надо и все и птицы у меня спокойно пьет почему я не делаю и не буду делать здесь разводки автономный до чтобы там допустим у меня были здесь какие-то бачки с поплавком по принципу унитазного бачка и автоматически наливались потому как я не хочу чтобы у меня работала насосная станция и было вода в трубопроводе под напором в мое отсутствие ну мало ли что знаете сорвало клапан там шланг какой-то еще что-то и всю ночь у меня здесь прямоходом с колодца течет вода до заливает мой пол если бы он был бетонный было бы стяжка по грунту это одно мне без разницы пускай бы он заливался до этот пол но так как у меня здесь перекрытие пола утеплено опилками то для этого помещения такая ситуация будет ну в принципе критичный наверное я потом пол не высушу никак мне придется его вскрывать менять опилки в общем я перестрахуюсь лучше да и мне не сложно наберу вот таким образом жидкость в эти баки так как все равно по большому счету к птице нужно ходить набрать эти баки у меня там ну составит где-то сейчас по времени 30 секунд а это будет дополнительный контроль и работы системы паения потому как скажу вам что периодически нужно будет вам проверять вот у меня есть палка такая да периодически все равно нужно проверять работает ли у вас вот эти не пиля не зависли ли они сейчас они капают видите на всех ярусах потому как вот пыль которая с воздуха попадает все равно попадает в эти емкости она забивает иногда вот этими пиля их приходится вытаскивать и промывать как бы да ну как бы достаточно просто вытащить чтобы вода пролилась какая-то часть и все они заново работают ну то есть грубо говоря все равно по их системы паения требует к себе внимание поэтому такой вариант на данный момент мне меня устраивает и для меня вполне приемлем так что вот с водоснабжением курятника этого мини фермы работа стала скажем так легче в плане напоить всех гораздо легче все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии жмите в колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем спасибо всем пока